17 сентября власти Боливии и Организации Объединённых Наций представили совместный отчёт, согласно которому в этом южноамериканском государстве в прошлом году значительно снизилось выращивание коки. Положительно повлияли на ситуацию, принятые правительством меры по уничтожению кустарников. Боливия считается крупнейшим в мире производителем кокаина после Перу и Колумбии. Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Боливии сказал, что уничтожение кокаиновых кустарников в 2011 году увеличилось на 25% и в то же время уменьшился урожай листьев коки. «Следует отметить, что в период с 2009 по 2011 годы 25 050 гектаров кокаиновых кустов было уничтожено, либо было ограничено их выращивание». Однако возрастающие цены на лист коки делают эту культуру привлекательной для фермеров. Так, в регионе Эль-Чапаре выращивают тысячи гектаров кокаиновых кустов. Фермеров не останавливает даже присутствие солдат, занимающихся уничтожением посевов. Замминистр по социальной защите Боливии заявил, что помимо усиления борьбы правительства с производством коки, необходима также политика по снижению потребления кокаина. «Период с 1 января по 16 сентября 2012 года было проведено почти 9900 операций, благодаря которым достигнуты беспрецедентные результаты и изъято 31 тонна кокаина. Стоит отметить, что Боливия, ввиду своего географического положения, используется как транзитная страна. И поскольку нет политики по снижению спроса, всемирная проблема наркотиков по-прежнему создаёт трудности для всех стран». Несмотря на все принимаемые меры, кокаиновые кусты по-прежнему остаются в Боливии важной культурой. В 2011 году объём продаж листьев коки составил 350 миллионов долларов США. Это полтора процента боливийского ВВП.